Да, Q большой это морально проективное резольвента от объекта X. То есть Q маленькая задается, соответственно, это из Q в identity. То есть оно задается для любого комплекса X. У вас должен быть, значит, морфизм из Q от X в X, которая там функториально по X. Да, то есть... В M все происходит, да, N тут не затрагивается. Да, там Q, M. Что-то уже это в M. Ну, где это в M? Нет, потому что у меня же вот тут условие, что эта штука для функтора F. То есть F на вот этом вот образе моего Q переводит слабые эквивалентности в слабый эквивалент. То есть в этом связь F, оно из M в N, и вот, собственно, Q, оно подчинено вот этому функтору F. Ну, там, нет, я могу сразу сказать, что там доказывается, что если есть, ну, в принципе, это даже понятно, что если есть настоящая пара квилина, F, G из M в N, вот, то пара квилина, что бы ты ни значил, не все, может, знают, поэтому, вот, то, у которой есть функториально... Да, да, и у M, у M есть, ну, и N тоже, есть функториальное, есть функториальное фибрантное, кофибрантное разложение. Нет, то есть здесь, как в воде, в примере, не важно, что у M есть функториальное для них, потому что нужно писать. Да, но есть вот модельные категории, вот, Аршак говорил, что это бывает определением часто, что вот эта вот аксиома 5 предполагается, что она функториальна, в принципе, то есть что... У M нам не надо, у M, нет, если у нас есть, как бы, для... Нет, там идея в том, что если у нас теперь правая замена, это вот в другую сторону, вот тут у нас было из Q в identity, а правая замена, это вот такое же из identity в Q, но это просто дуальная история с заменой всех направлений два стрелок, как бы. Нет, то есть левая замена, это для левых сопряженных, а для правых сопряженных, вот тоже, и вот Q, там штрих, оно должно быть из identity в Q, у нас тут было из Q в identity, а тут должно быть из identity в Q. Нет, но вот как по левой стороне, просто как бы, вот в нашей истории, вот более обстрактной, и вот в этом мире, там есть реальная, правная домена только для одной из... Вот в этой истории, да, 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 совершенно верно. Да, более того, на самом деле, вот, собственно, эти люди, они, как я понимаю, одной из основных мотиваций было там как-то более концептуально понять, что такое гомотопические пределы. Вот они для функтора гомотопические пределы, то есть вот они определили гомотопический предел, там, как левый производный от предела, при этом вот они его определили ровно так. То есть, грубо говоря, что у вас там есть некоторая, вот, некоторый функтор Q, то есть это у них как бы основное приложение, насколько, ну, морально. То есть, я так понимаю, что в этом была суть. То есть вот как бы определить вот этот гомотопический предел, как derived functor, вот такой. Ну вот, у вас там есть некоторая просто замена, которая вот обладает, вот, некая Q, которую вы просто явно строите, даже без пары функторов Quillen. Да. Ну, это не на сегодня разговор. Да. Ну, просто, в первую очередь, если мы не строим левый плюс, ну, там, в смысле, L, это L, правда? Да, левый, да. Левый. Если мы строим левый, только если у M есть параметры, если вот только что у M есть параметры, значит, в нашем примере, который мы сейчас хотим сделать, параметры, можно требовать только что у M. Ну, можно требовать намного более слабые вещи, вы говорите, конечно. И в этом, собственно, и есть основной advantage. Вообще не обязательно требовать, чтобы это вообще была пара Quillen. Единственное, что нам нужно, это вот то, что там написано для Q. То есть, это некоторый более общий контекст. И вот тут говорится, что если есть вот это самое, настоящий функтор Quillen, но при этом с функториальной аксиомой CM5, функториальной, то есть вот эта кофибрантная-фибрантная замена функториальна, тогда у нас возникает, соответственно, вот X там в Q от X 0, да, вот есть такое, вот, и это должно быть ациклической фибрацией, а, соответственно, Q от X кофибрантным. Поэтому это, значит, у нас должно быть функториально все. То есть, таким образом, у нас возникает функтор Q и натуральное преобразование из Q в identity. И вот, значит, с одной стороны, и, да, и вот там можно как-то, да, в общем, это очевидно. Нет, ну как очевидно, вот это, собственно, следует из лемы Кена Брауна, Кенни Брауна. А именно вам нужно показать, что для любого, вот если у вас есть там QX в QY, некоторая слабая эквивалентность, причем не обязательно там вида Q от чего-то, просто слабая эквивалентность, вот, и вот эти объекты такие, вам надо знать, что левый сопряженный, вот левый вот этот F переводит эту слабую эквивалентность в слабую эквивалентность. В принципе, это, ну, это некоторое следствие, вот, стандартные аксиомы на, вот, функтор Квильна, называется Лема Кена Брауна, но, в принципе, это очень содержательное утверждение, потому что именно она позволяет вот, как бы, вот эту ситуацию рассматривать как частный случай вот такой, вот это Лема Кена Брауна, да? Понятно, да? Вот, ладно, давайте попробуем доказать, это немножко челлендж такой, ну, давайте, пусть, Павел, давайте будем надеяться, что все сойдется. То есть надо доказать, вот, совершенно простую вещь, что любое такое гамма, оно, где же это, вот, из М в Хоатен, который гомотомический, то есть переводит слабые эквивалентности в изоморфизмы, и есть вот такая, вот, значит, да, штук Ковина, сюда же, то вот существует единственное такое вот эпсилон, что оно раскладывается. То есть будем две вещи доказывать. Сначала, что существует, потом, что единственное. В общем, довольно просто, особенно, что существует. Да и, в общем, то, что единственное, тоже, но просто как-то я голову поломал себе с утра. Так, ну, поехали. Значит, как нам, то есть нам надо построить, вот, у нас есть такая вот диаграмма, ну, у нас есть G, и нам надо построить вот такой вот эпсилон, да? Вот, окей, значит, что у нас есть? У нас есть гамма, которая переводит вот G в этот самый дельта F. Ну, и есть, соответственно, наша стандартная, там, как она называется, сейчас, я уже все время забываю, мю, что ли, да? Мю, ну, вот это, ну, неважно. Есть некоторый, вот, функтор, который, давайте пусть будет мю, который переводит, соответственно, из дельта FQ, значит, в дельта Q, да? Который, дельта F, который просто есть там Q умножить на F умножить на, то есть вис корен Q вот с этим делом. Окей, good. И нам нужно, значит, разложить вот это G, да? Значит, как мы будем это дело раскладывать? Мы возьмем и возьмем предкомпозицию с Q, то есть мы вот напишем GQ, окей, значит, она у нас отображается в G, в дельта FQ, я просто беру и слева все это дело, то есть вот у нас есть из G, есть вот это там дельта F, два морфизма, а я его просто делаю, вот, предкомпозицию с функтором Q слева. Вот, и, значит, окей. И теперь у меня вот эта штуковина, она отображается в, вот это я определю, как там дельта FQ, отображается в дельта F. То есть в чем, что, собственно, произошло, я сумел что-то разложить, но не совсем то, что мне бы хотелось. Но смысл в том, что у меня теперь вот есть вот в этой части, я могу дополнительно взять такое вот преобразование, преобразование, которое есть просто G умножить на Q. Ну, это преобразование, оно, значит, утверждается, что у него есть обратный, то есть что оно есть изоморфизм. Значит, как мы это можем показать? Мы, значит, G, мы должны использовать, что G переводит, то есть это означает, что у нас там для любого вот этого X, да, для любого X в M вот такое преобразование задается, как GQX, стрелка в GX, да, которая должна быть функториальной. Но стрелка QX в X, она слабая эквивалентность для любого X по определению того, что такое вот эта левая там деформация. А G переводит слабые эквивалентности в изоморфизмы. Поэтому вот это вот просто самый честный изоморфизм. Нет, довольно дурацкое на самом деле доказательство, то есть все очень просто. А значит, вот у этой штуки есть обратный, который есть там GQ минус 1. Вот, и мы отсюда видим, да, что мы можем, то есть у нас возникает вот отображение из G, вот у нас из G в дельта F. сейчас, 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 в дельта F, да. То есть... А, ну вот, да, то есть у меня есть из G в дельта F, а мне-то надо построить вот эту штуку из G в дельта FQ. Ну вот я, как бы, вот у меня тут, собственно, что есть. У меня есть из G, вот это вот Q, G в дельта FQ в дельта FQ. Оно отображается в G, вот. Вот, это штука у меня отображается в дельта FQ. в чем вот это вот отображение, это вот оно происходит с моего вот этого данного, с гаммы. То есть я просто беру и гамму, делаю предкомпозицию с Q, да. Вот, а это у меня отображается, соответственно, в дельта F моим там каноническим образом. Вот, ну, допустим, я напишу каноническое. Это вот то, что у меня как бы вот это вот преобразование, мое производное. Вот, отсюда следует, что, да, и, значит, утверждается, что вот эта вот композиция из вот G из G в дельта F, вот, которая тут возникает, значит, утверждается, что вот то, что вот я в этой композиции понастроил, оно и есть, значит, из вот исходная моя вот из G гамма из G в дельта F, да. Давайте, давайте попробуем в этом разобраться. То есть утверждается, что вот я на самом деле построил некоторую, вот, а именно вот композиция вот этих двух, вот отсюда сюда, вот, из G сначала в G Q, которая есть обратная, вот, когда я тут обратил, а эту я взял просто гамму и построил Q, да, вот, утверждается, что если я возьму еще вот этот канонический вариант, то это будет в точности мое, вот, гамма из G в дельта F, с которого я начал. Вот, в этом утверждение. Таким образом доказывается существование такого разложения, а именно вот то, что обведено в рамочку, это объявляется вот эпсилл. Ну, это совсем просто, только надо попробовать, значит, показать, почему это так, да? Вот. Что? Не, я думаю, что это даже проверять-то особо нечего, тут это должно просто каким-то образом значит, следовать. То есть, я думаю, что вот то, что происходит, давайте попробуем написать. Это вот, значит, есть у нас из G, то есть, какие у нас тут есть категории, вот M и H, N, да? Вот тут у нас есть G, это одна вещь, а вторая вещь, это значит, дельта F. И есть вот такой вот морфизм гамма. Вот. И я при этом делаю еще прекомпозицию с Q. То есть, вот M, M, давайте я так напишу, вот, значит, где-то будет Q, где-то будет identity, допустим. Вот. Ну, просто я написал такую красивую диаграмму, а тут, значит, будет еще гомотопическая категория N, тут еще раз гомотопическая категория N, вот тут G, тут гамма, тут дельта F. Вот. Значит, ну, то, что говорится, это, ну, то, что я, как бы, ну, я так понимаю, что на самом деле вот это утверждение, что вот эта композиция в рамке это гамма, это некое просто утверждение, напрямую вытекающее из того, как мы можем компоновать вот два функтора. то есть, а именно вот это означает, что вот если я возьму вот эту Q и потом применю G, вот, то это у меня становится изоморфизмом, да, вот, собственно, то, что тут объяснено, и я его могу обратить. А то, что у меня, значит, вот тут есть еще теперь дельта F и вот, да, и с дельта F у меня связана другая вещь, то есть, вот с дельта F у меня связано вот тут то же самое Q, вот это, вот, а здесь вот дельта F. ну и, соответственно, вот то, что вот здесь у меня написано, то есть, вот из этой композиции в эту композицию это, собственно, и есть ровно то, как я определяю свое каноническое отображение, связанное с якобы производным функтором, да, то есть сейчас, секундочку, секундочку, значит, да, и мне нужно вот это Q, это значит identity, да, и мне нужно вот взять вот эту вот верхнюю стрелку, да, и вот, то есть, то есть, надо забыть про низ, вот взять вот это вот отображение, которое есть вискарин с верхней стрелкой, и разложить его в композицию двух, ну, я, собственно, что делаю, я беру, значит, я думаю, я просто, да, я могу вот, да, я думаю, что вот это надо так сказать, давайте попробуем, что я что-то, что-то вот это место как-то я не до конца додумал, ну, ладно, значит, что, вот, значит, из q в identity, да, и то, что, давайте вот напишем где-нибудь здесь, то, что, значит, то, что у меня, собственно, то, что мне нужно разложить, это мне нужно взять верхнюю identity, тут взять g, тут взять delta f, вот, и мне нужно вот это вот представить как, значит, композицию некоторых двух вещей, и я хочу ее представить как, значит, вот, сначала как вот это вот delta f, вот, если так это писать, вот это q, это identity, то есть вот это вот как бы мое каноническое два преобразования, да, и вот, а это мое гамма, то есть, значит, вот, я хочу, да, сказать, что это равно вот этому, плюс, значит, композиция с, вот, другим, значит, с g, вот тут delta f, вот, а тут, я думаю, я должен просто два раза вот это вот написать, я думаю, да, то есть, сейчас, сейчас, секундочку, что-то, q, значит, значит, тут будет q, тут будет identity, тут будет тоже identity, в общем, одна это вот такая, а другая как бы такая, но ее не существует, но она существует, вот после того, что я ее перекомпоновал с g, то есть, я думаю, да, что надо, надо сказать, вот что-то такое, что-то, если я беру вот эту вот мою гамму, то эта гамма, я эту гамму, значит, как бы, хочу поставить как g, то есть, хочу взять ее левую с identity, вот, тут будет delta f, вот, и теперь я хочу сказать, что вот, что вот эта штука, она, значит, в свою очередь, разлагается, вот эта identity на g, в общем, что тут есть в обратную сторону вот эта штука, то есть, g, q, то есть, я хочу сказать, да, что здесь g, q, эту g, можно, что-то я этот момент, в общем, короче говоря, забыл, вот, про единственность, я изменяюсь, то есть, в общем, да, я изменяюсь за некоторую сумбурность большую, вот, в общем, в общем, это, на самом деле, я думаю, что это, в общем, просто в свободном состоянии, это легко сказать, в общем, я вам обязательно это дорасскажу, если вы сами не догадаетесь, в общем, да, ну, я уверен, что это делается просто очень просто, а именно, вот, как бы, что какая-то такая вот, какая-то такая вот рассуждение, что можно брать в разном порядке, что ли, композицию с этим же, ну, вот, я реально изменяюсь, а дальше, значит, то есть, вот это нам осталось, а дальше, вот, какое-то похожее утверждение, значит, о том, что у нас имеется единственность, вот этого разложения, то есть, вот, про единственную, значит, такая история, что мы предполагаем, что у нас есть какое-то, есть два таких разложения, там, вот, G, вот какое-то еще есть разложение, там, в дельта F, Q, отсюда наше вот каноническое, в FQ, в дельта F, я извиняюсь, да, и нужно доказать, что такое гамма-штрих, что оно единственное, вот, для этого, то есть, такое разложение, которое в композиции дает гамма, которое вот фиксировано, да, вот, и для этого делается следующий трюк, значит, говорится, что, вот это я думаю, что сумею объяснить, значит, GQ, строится такая диаграмма, значит, тут GQ, тут, может быть, это, кстати, прольет свет и на ту штуку, значит, да, первым делом, значит, то, что они говорят, они говорят, что можно взять, можно вот этот вот канонический морфизм сделать изоморфизмом, то есть, можно, как бы, его еще раз умножить на Q, то есть, взять GQ, оно, соответственно, отобразится в дельта FQ в квадрате, вот, и потом еще будет в дельта FQ, вот, и, значит, да, и говорится, что, вот, что вот этот вот, вот эта два, два стрелка, она уже будет изоморфизмом, то есть, я просто беру, и вот это все, значит, беру прекомпозицию с Q, значит, почему она будет изоморфизмом, потому что я должен взять, значит, дельта FQ в квадрате от X, оно должно у меня тут вот отображаться, сейчас мы увидим, каким образом, в дельта FQ от X, да, то есть, у нас, значит, F, да, смысл в том, что F, оно не переводит любой изоморфизм, любую слабую эквивалентность в слабую эквивалентность, оно переводит только слабую эквивалентность между двумя объектами из образа Q, да, и у нас получается, что это дельта F от такого, такого вот, значит, отображения, дельта квадрат X в, Q квадрат X в QX, вот, вот это вот слабая эквивалентность, конечно, потому что вообще Q из X в X слабая эквивалентность, но это у нас слабая эквивалентность между двумя объектами, оба из которых принадлежат образу Q, да, поэтому это значит изоморфизм, то есть, короче говоря, идея в том, что после того, что я взял предкомпозицию с Q, у меня вот эта каноническая стрелка становится изоморфизмом, то есть я хочу вот взять GQ, значит, вот это взять Q с гамма штрих там Q, вот это дельта F в квадрате, в дельта F в Q, и вот тогда у меня вот эта штука становится изоморфизмом, то есть я могу ее обратить, вот, и отсюда следует на самом деле, что так как у меня вот эта композиция, значит, фиксирована, а именно она равна тоже там Q гамма, то отсюда следует, что у меня вот, если я возьму вот эту мою гамму, про которую я должен доказать единственность, и возьму ее предкомпозицию с Q, то эта штука будет однозначно определена, то есть не сама Q, а значит предкомпозиция с гамма, а мне надо отсюда, значит, сказать, мне надо отсюда вывести, что-то про гамму, и для этого я рисую вот такую, они рисуют, такую вот диаграмму, значит, вот здесь будет GQ, тут будет дельта F в квадрате, это значит вот то, что мы тут вот рисовали, да, когда мы взяли гамма, это будет гамма на Q, вот, вот здесь будет G на Q, вот здесь будет, судя по всему, вот это дельта F в квадрате, просто каноническое, там умножить на Q, и тут будет наша гамма штрих, вот, значит, нам надо доказать, что гамма штрих, оно каноническое, оно, значит, да, во-первых, надо показать, что это диаграмма коммутативна, это еще одно, вот это там вот, на этом я, собственно, и ломал голову, сейчас мы это обсудим, это, я думаю, я смогу рассказать, допустим, если она коммутативна, тогда, значит, ее вертикальные стрелки, они изоморфизмы, то есть вот про то, что вот эта вертикальная стрелка, изоморфизм правая, мы только что выяснили, то, что левая, мы выяснили вон там, вот, отсюда, значит, будет следовать, что гамма штрих, она тоже однозначно определена, вот, такое вот, значит, теперь возникает вопрос, почему эта диаграмма коммутативна, не, на самом деле, вот, я думаю, что то, что вот, на чем я тут, как бы попал в просаг, это какое-то похожее рассуждение, но как-то я его пустил, к сожалению, вот, да, вот тут я себе нарисовал, значит, картинку, значит, что значит, что эта диаграмма коммутативна, вот у меня, давайте я тут себе ее перерисую, вот это M, M, Q, тут identity, тут, значит, delta F, Q, N, тут, сейчас, delta F, да, и тут G, вот, то есть, у меня есть, вот, и тут я рисую, вот, значит, еще одну такую штуку, Q, которая есть тоже, identity, и Q, значит, теперь, что тут утверждается, значит, тут утверждается, что я могу, вот, взять вертикальную, вот эту композицию, да, то есть, я начинаю вот отсюда, и, попадаю в, delta F, Q, значит, вот теперь, утверждается, что я могу, вот это вот, что вот, я могу это, delta F, Q, написать, как бы, вот это вот Q, которое у меня есть тут, я могу написать двумя способами, могу написать вот так, а могу написать вот так, то есть, вот здесь у меня есть одна копия Q, а здесь есть, значит, другая копия, то есть, наоборот, только другая копия Q, да, вот, и, вот, значит, если у меня есть отображение из GQ, значит, в это самое, в G, вот это, это я сначала беру, как бы, вот, вот этот два морфизма, вот в этой левой части, а потом я применяю уже, мое гамма, да, то есть, гамма, она, она есть вот из G в дельта F, то есть, это, в дельта F, в дельта F, да, гамма из G в дельта F, вот, то есть, да, значит, значит, у меня, да, совершенно верно, то есть, у меня, значит, вот возникает, как бы, некоторое, два, сейчас, какие-то хитрости, это все, в общем, на самом деле, не, не, давайте вот в этом мы точно сейчас разберемся, значит, вот G в дельта Q F, это вот эта моя, значит, вот гамма штрих, да, которую я хочу, значит, доказать, вот это у меня Q, да, то есть, вот, вот, то, что вот здесь вот написано, вот, вот в этой части, это написано, что, значит, гамма штрих с вот этим вот, вот, вот этим морфизмом, ну, это мое гамма изначальное, то есть, мне нужно, и, грубо говоря, идея заключается в том, что вместо того, чтобы, то есть, грубо говоря, вот, это означает, что вот у меня есть из G, вот отсюда, там, вот я эту стрелку рисую, вот есть такое, дельта F, там, G, вот это Q, это единица, вот, и, вот это гамма штрих, а вот это, значит, вот это все, это будет гамма, вот то, что я тут нарисовал, композиция вот этих двух, это, значит, изначально гамма просто, это одно из разложений моей гаммы, да, как композиции, там, соответственно, вот этого канонического и дельта штриха. А теперь я говорю, что, если я, теперь это дело, пред, сделаю предкомпозицию с Q, еще раз, то есть, добавлю еще одно Q, то я могу вот заменить, то есть, у меня получается, что я могу как бы вот это вот применение Q заменить вот на это применение Q, того же самого. И это, в принципе, можно, то есть, грубо говоря, идея вот в чем заключается, что я могу вот написать G, по которому я предприменяю Q, это вот композиция этих двух стрелок, вот здесь вот будет Q, здесь еще одно Q, и здесь будет дельта F. И тут вот, я говорю, что вот тут есть две таких одинаковых совершенно из identity в identity, да, и, собственно, ну, в принципе, совершенно без разницы, если у меня есть вот это вот гамма штрих, то, примененное там Q, то совершенно оно уже там есть, и совершенно без разницы, какое после этого вот из этих Q я стягиваю, то есть, ну, в смысле, какому я применяю, то есть, я как бы применяю вот, ну, грубо говоря, я хочу сказать следующее, что вот если верхний полукруг уже каким-то образом задан, то вот этот вот из GQ в вот это вот Q, Q, DELTA F, да, то после этого я вот, вот это вот identity сюда, это то же самое, что вот если я наоборот сделаю со вторым Q, вот эту вот identity сюда, вот, вот, ну и это как раз утверждение очевидное, и насколько я вроде как разбирался, это на самом деле дает вот эту коммутативную диаграмму, потому что если я делаю вот, собственно, вот эту версию, это я сначала беру GQ, потом я ее вот делаю вот такое G, а потом да, потом из слушайте, мне кажется, я тут уже тоже не, но я помню, что вот идея должна быть какая-то вот с этими двумя, но я, похоже, запутался, вот если сумеете меня выручить, то есть то, что я тут правильно все говорю, это заведомо, так вот, но это из каких-то очень простых соображений тут должно следовать, но как-то доскид... Ну да, то есть вот если мы стянули вот эта вот штука, она задает верхний путь, это вот эта картинка, ниже. А это задает, ну, казалось бы, да, только я что-то не до конца это могу осознать, сейчас почему-то... А, просто тут же, да, тут же, куда, ага, ага, вот это же, да, это же, да, это же куда, и если теперь стянуть первую путь, то получится стрелка из G, получится стрелка... А внизу остается D, D, ну да, вроде верно, да, то есть, то есть, это означает, что я на самом деле, если я беру вот эту диаграмму, и вот если я, давайте проговорим, если я вот эту вот штуку стягиваю, то... то это... ну да, то это как бы то же самое, что я вот GQ стягиваю просто в G, да, вроде это, ну да, то есть, ну да, то есть, вот, ну да, то есть, ну да, то, что как у меня выходило, это была вот эта вот нижняя, но вроде это действительно выходит, да, потому что... то есть, вот с этой совсем все очевидно, что это, вот верхняя вот эта часть, да, GQ, да, потом вот я стягиваю... То, что нижняя, верхняя, а верхняя, нижняя, это абсолютно аналогичные вещи. Аналогичные вещи, да, ну просто... Все затахает. Доски трудные, да, ну вроде да, то есть, вот это все следует, тут какая-то... то есть, собственно, было трудно понять, как вот это все дело объяснить, но вроде вот это вот объяснение, что мы можем как бы произвольным образом стягивать либо вот эту либо вот эту штуку и отсюда получается вот такая коммутативная диаграмма в которой повод соображению которые мы применяли здесь и здесь вертикальные стрелки то значит изоморфизм и поэтому значит вот нижняя горизонтальная однозначно выражается через верхнюю ну как-то я недоволен как-то я плохо сказала это не сказал вообще но мне кажется что вот это вот на самом деле должно каким-то таким же рассуждением говорится только так я это увидел когда готовился то в общем сказать то есть нам нужно показать что вот это вот композиция да вместе вот с этим она дает изначальная наша гамма ну я уверен что это вот что-то вот похоже абсолютно то есть вот из такого же рода рассуждения только намного проще но вот как-то я сейчас его не вижу почему-то не ночью я я следующий раз начну конечно с этого и за 10 минут уже отлично подготовка если это вам расскажу в общем я прошу прощения за эту чехарду вот но в общем да смысл в том что в общем морально доказывать то есть то есть отсюда видно что доказательство совершенно несложное и она в общем ничего особо не используется что вот это она еще проще чем вот это вот и морально значит получается что мы таким образом можем строить все вот эти вот производные функторы отсюда следует что если у нас есть какие-то два разных вот этих функтора куда то есть в принципе же ну например у нас это могут быть там проективные какие-нибудь плоские резольвенты и так далее то есть этот вот функтор q он же не однозначен вообще говоря и соответственно q маленькая но вот этот вот этот вот функтор который мы строим тут то есть вот этот функтор гомотопический он оказывается совершенно удовлетворяет этому универсальному свойства расширения к на право и поэтому он однозначно определен то есть мораль в том что какое бы мы не взяли вот это вот q которая является деформацией для функтора f вот в этом смысле то вот производный функтор который мы таким образом строим он они все оказываются изоморф на вот ну нет но эту мысль то я донес но вот рассуждение самому к сожалению плохо рассказал ну давайте это обязательно не ну по моему сама по себе это очень красиво да то есть это это получается какая-то другая вещь чем в обычной гомологической алгебре просто в обычной гомологической алгебре мы наоборот не можем использовать вообще говоря функтореальность как я понимаю по крайней мере если и речь идет о допустимом или как он там admisable admisable subcategory да то есть там там у нас нету функтореальности но у нас есть значит какие-то там фичи связанные с аддитивностью и что такое то есть там мы как бы используем мы как бы там у нас есть такая вещь что если мы берем там гомотопическую категорию от какого-то вот этого там допустимого класса и потом вот этот этот с там в ней обращаем что там такое то там используется что это то же самое что производная категория там правая или левая от нашего значит наши исходные абелевые категории а то есть и грубо говоря там на самом деле говорится та же самая история если вдуматься про изоморфизм и вот про расширение кана только вот используются еще вот эти вот изоморфизм и которых эквивалентности то есть которых в общем случае у нас нету и казалось бы вот а в общем случае значит постулируется вот это вот функториальная замена и после этого оказывается что вот совершенно строится вот это правое там или левое расширение кана нет 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 на самом деле морально то то же самое но так как там нету функториальности то идея в том как ее вот обойти ну да там так это и делается ну давайте может быть я не знаю сейчас ли вы не там просто он доказывается что вот для вот если у нас например даже тут не важен функтор тут если у нас есть допустимый допустимая аддитивная подкатегория в том смысле что любой объект является фактор объектом там объекта из этой там допустимый да то есть у нас таким образом ну например проективная там или плоские так далее это у нас получается вот такая вот подкатегория гомотопической категории там доказывается что если мы теперь елокализуем по тем слабым ну по тем квази изоморфизмом которые будут лежат между двумя вот этими нашими то она будет там эквивалентно производной категории которая не помнят про вот этот допустимый класс вот и вот вот в этом какая-то специфика дальше там проговаривается на самом деле то же самое свойство крана только она объединяется еще вот с этим вот эквивалентностью каким-то образом ну и этим обходится насколько я понимаю вот то что давайте это отдельно обсудим следующий раз я очень извиняюсь за то что тут я так смазал но было очень неприятно слушать извиняюсь вот ну вот как-то да ну в общем в общем да то есть вот с этой точки зрения я думаю что это вообще правильно на это все смотреть что то чего мы хотим в случае гомологической алгебры это мы хотим сказать то же самое на самом деле но не используя функториальность и мы это можем сделать но если мы вот используем функториальность то получается что это вообще очень простое утверждение совершенно фундаментальная на самом деле и при этом она мало где написано то есть вот я могу рекомендовать вот эту книжку эмили рил я там могу ее послать я напишу то место которое я пытался сегодня оттуда за секции 2 ну да ну хорошая в общем очень книжка по-любому то есть она под она как бы решила переписать вот эту тоненькую книжку канна хешхорна двайра еще кого-то вот таким образом что значит я не да то есть мы видим что на самом деле производные функторы в такой вот абстрактной ситуации можно определять вообще без всяких вот этих пар пили на как вот вы игорь говорили то есть там например в принципе если у нас есть какой-то функторы мы хотим действительно определить его производные то можно поиграться таким образом если получится то он будет производным то есть вот и позор позор короче я следующий раз там вот это повторю уже в нормальном виде минут за 10-15 а потом мы будем про симплициальные категории говорить хорошо recording stop